привет девчонки меня зовут елена и вы на моем канале сегодня у нас по плану мои ноготочки у меня долго шел ремонт не потому что он долго и я его долго мучила а потому что я слишком много делала паузы потому что моя муза не хотела проходить я обожаю ремонты ну так чтобы вышла он уже сделан а вот сама делать ремонты как-то вот я люблю хопа и он готов так что не получилось вот я короче быстренько его закончила потому что уже на свои ноготочки без слез смотреть не могла вот поэтому сегодня у нас мои ноготочки красота в них в левой руке в левый именно в китайской роспись как который будет в конце поэтому давайте начнем смотреть что же я натворила после отпуска я просто убрала длину наложила чуть-чуть гелем почему наложила то что я наложила и практически забила покрыла толпом и вот так я ходила три недельки очень все пострадало на мои ноготочки были для меня и шпателем и я там знаю я и шкрябала ими и все что хочешь и все что не хочешь я ими делала убираю кутикулю отрезаю ее ботеночком обожаю так делать в моем случае у меня как я думаю кутикулы много но вот сейчас смотрю на видосик и думаю нормально там у себя почему я думаю что у меня нарастает сильно кутикула вроде бы нет все нормальненько все шикарно и вот таким акаром на маленьких оборотах где-то 4000 я слева направо отрезаю кутикулу на правой руке я это тоже делаю но там пропила мне они в принципе не мешают но об моей правой руке мы поговорим потом я ее поранила очень сильно покажу в конце видео поэтому эту руку опять я жду когда она заживет тут я быстренько подождала пока моя дочь проснется потому что я это делала как всегда в 5 утра и после того как моя дочь проснулась я приступила к опилу приступила опиливаю почему-то весь материал у меня не было отслойек отслойки были только у торцов там где мой ноготочек поэтому не пойму почему я решила все снять зачем можно этот весь геморрой но я хотела нарастить по новой убрала все птеригии и левую сторону и правую сторону это я сделала фрезой ботончик все поубирала кутикула моя была очень сухая после этой тонны краски которые я перекрасила весь свой 9 метровый коридор после этого убираю весь птеригий аккуратненько без того чтобы если себя поранил у меня маникюр не получается я стараюсь себе сделать типа почище и в конце концов ауа ауа и я вся в болячках мне кажется так у многих мастеров когда они делаются маникюр очень легко себя поранить и я не могу привыкнуть выключить звук когда я занимаюсь озвучкой теперь я нанесла кучу масла кучу кучу крема много-много-много вы сейчас скажете нафига зачем столько масла столько крема лена ты чего ну как всегда у ленки бывает в принципе как и у всех времени нет и вот я намочила все намазала кремиком и побежала побежала в магазин купила продуктов побежала в школу забрала от дочки уроки потом сходила собака погуляла и что только не сделала и туда и сюда и короче туда и сюда и вот вся эта тля прошло два часа и я вернулась конечно же после всего этого я обезжиряла свои ноготочки очень хорошо помыла руки но за это время я считаю моя кутикула чуть-чуть помягчала у меня очень много порезов из-за того что она именно была сухая и такая не гибкая вообще неподатливая я намазала базу от неонил три в одном и буду использовать красненький но он не красненький в конце концов какой-то розовенький получился красный полигель от угар шугар и нанесла это все на верхние формы почему-то я подумала что мне будет так легче но уже три года я работаю с нижними формами и в принципе мне так легче мне так удобнее а тут я подумала надо же учиться надо же развивать как-то то свое мастерство и придумала себе вот этот геморройчик пожалела я об этом потому что я считаю на нижние формы все-таки оно более можно подобрать каждому пальчику поднять вверх-вниз а с верхними мало чего заметно что в конце получится снизу я пыталась поменьше убрать чтоб меньше пилить меньше не получилось а вот так это все красивенько выглядит верхние формы этим не хорошо подходит я люблю мне нравится именно их форма и в принципе было бы все хорошо если бы опять не пилить мне кажется на нижние формы я бы нанесла это более бы все культурно теперь я наношу гель гель да клей да они я наношу гель чтоб вынести вы сделать апекс делаем апекс после опила опять еще раз опилю чтоб это было все красивенько ровненько также опиливаю снизу полигель какой-то такой он вроде просох вроде не просох я не могу понять что с ним случилось а кто виноват надо кого осудить кого посадить и вот я наношу клей для фольги вот на все ноготочки без разбора просушиваю это все дело одну минутку беру теперь фолио которая купила в магазине тэдди или вольвард вольвард по моему да это было и наношу вот такими припятнувшими 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 движениями везде везде красную фольгу хотела красные ногти хотела на получи и вот нанесла эту фольгу и чтобы ее хорошо прикрепить и она никуда не убежала обычно у меня она убегает скалывается с ней топ я нанесла сначала праймер хорошо так хорошо праймер от юли белей и после праймера нанесу тоже базу которая покрывала свои ноготки нейл три в одном нанесла эту базу мне очень нравится кисточка у этой базы такая она хорошенькая упруненькая и после просушки нанесла паутинку которую обожаю я уже много раз смотрели эту пластину которую я люблю нанесла типа паутинки туда и покрыла те ноготки на которых у меня будет китайская роспись покрыла матом матом прям покрыла просушила на минутку растяжку как я делаю на кисточку вы уже видели поэтому сократила кусочек и рисую розочку сначала рисую большой лепесточек потом добавляю боковые листики тут очень важно розочка получилась именно положение кисти это очень сложно описать рассказать тут я укоротила видео из-за того что убрала просто лишние движения но каждый раз после каждого лепесточка я просушиваю в лампе где-то тридцать секунд и тогда делаю следующий мазок розочку я делаю такую я люблю такие не сильно пушистые поэтому лепесточек туда лепесточек сюда объяснила да вот я сделаю потом отдельно видео где я делаю розочку постараюсь объяснить подробнее и добавляю еще пару нижних лепесточков и получилась очень симпатичная красивая розочка и на втором пальчике чтобы ему не было скучно я делаю пару бутончиков это делается вообще легко бутончики рисуются очень легко буквально один лепесточек просушили второй лепесточек и можно закрыть один бутончик и все и бутончик готов очень легко рисуется тут я взяла маленькую кисточку и добавляю лепесточков тоже делаю совсем легкие такие листики грубо говоря половинки самое главное разместить там где они нужны заполняю пространство и получилось просто просто шедевр девочки это это просто шедевр от души говорю я смотрю на этот шедевр думаю пози мой а кто мне это сделает на правой руке никто и вот тут я слегка делаю обрисовку совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть иначе это будет уже разукрашка и вот такой вот у меня маникюрчик красивенький получился вторая рука у меня сильно пострадала очень сильно я зажала тут у меня этой двинулась стульчиком и зажала палец и от испуга вытащила и содрала очень много кожицы за сутки все конечно хорошо зажило но как всегда сапожный без сапог я теперь пару недель буду ходить вот такая вот красивая на этом буду с вами прощаться спасибо девчонки за просмотр пишите ваши комментарии хорошие или плохие кстати у меня есть такой вопросик мне написали под видео о том что у меня обалденное видео но хромает из ручка у меня вопросик потому что я не слышу чтобы звук был плохой я глухая или вам тоже плохо слышно потому что у меня очень дорогой микрофон и мне кажется то дело не в микрофоне знаете когда случается авария на дороге это не значит что машина поломана это значит что прокладку между сиденьем и рулем нужно поменять то бишь водителя это я к чему может у меня с микрофоном то все нормально а вот со мной с моей озвучкой как я громко или тихо говорю все хреновенько поэтому я свои видео тоже слушаю прежде чем видео выходит в эфир я его прослушаю два-три раза потом когда она выходит уже на ютюбе я его еще раз прошу простую серию вот и мне со звуком все в порядке поэтому прошу вас кому звук не нравится так и напишите далее со звуком хромает я постараюсь это сделать поменяю прокладку между компьютером они между окном и микрофоном уйду нафиг в отпуск окей дешеньки на это я буду с вами прощаться надеюсь звук был хороший до скорой встречи пока